МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Головная за неделю на канале Беларусь 4 Бреста. Студия Роман Бич и в ближайшие 30 минут узгадаем значные темы этого недня. А доходя, что недень начался с устраканием Головного и Великого Христианского свята – Раства Христова. В итоге, как увядом и кожному, именно в ночь с 6-го на 7-го студеня по библейской легенде в Вифлееме народился Сын Божий Иисус Христос. Поклониться ему пришли пастухи и волхвы, которых до сбавителя провела Вифлеемская зорка. Они принесли немовляти подарунки, среди которых были золото, ладан, духмян и аллей. Святу попередничал сорокодзённый пост, который закончился при изъявлении на небосхиле первой зорки. Во всех православных храмах на передней и в день на роджение Христова прошли святошные богослужения. Роство принято с устракацией семьи. Великое значение в этот день надается семейной утульности и доброчинности. Это очень большой праздник для каждого из православного верующего человека. Когда человек задумывается, какие он поступки совершает, наверное, ну как-то хочет, чтобы у него на душе было спокойно, чисто, легко. Это рождение Христа – это чудо. И вспоминаешь те традиции, которые в семье были раньше, когда ты был маленьким. То есть как бы возвращаешься в свое детство. Радость, счастье – мы просто неописуемое торжество в душе и у всех наших близких. Мы очень ждали этот праздник. И с большой радостью его встречаем. Рождество – один из двух самых любимых праздников в нашей семье вместе с Пасхой. Обязательно стараемся прийти в храм на вечернюю службу и ночью. Потом вот такой светлый, очень радостный семейный день. В эти дни у православных верников начинаются коляды. Они будут продолжаться до 19-го студеня – Свято Хрэшэння. В этот час принято проводить весело, ходить у гостей и одорвать близких подарунками. Ну а с оправдым подарунком, прыхильником классики стал 31-м международный фестиваль классичной музыки «Студенские музычные вечары». Как сустрока образ знакомитых гостей традиционного музычного феста, нагадаем нашим наступным материалом. За 31 год иснования международный фестиваль выгадал не одно поколение заузятых аматоров классичной музыки. Кожного сезону «Студенских вечеров» они чекают с хвалеванием и надея на сюрпризы. Мы ходим на них уже лет 15, и другого не может быть. И слушаем настоящую хорошую музыку. Величайшее наслаждение. Очень интересно приезжают гости. И всегда это что-то необыкновенное, с чудом, которым мы встречаемся, с новой музыкой, с новыми людьми. И очень приятно, что в Бресте столько любителей музыки и театрального искусства. Ходим, заряжаемся, советуем другим. Мы всегда ждем, что здесь будут замечательные музыканты из разных стран, и сольные исполнители, и коллективы прекрасные. Шлях до Уженёй у 15 тысяч километров переодолили гости другого фестивального вечера. Он начался под гуки симфонично-духового оркестра Равенсбурга. Его керовник Харальд Хепнер за опошние 10 годов Брест наведывает четвертый раз. Застаться тут надолго омогчимостей нема, но урожения, навод от коротких визитов, завсёды самые приемные. Найбольший становочий урожений у меня завсёды выкликают джихары Бреста. Подобается с устракаться зимой, играть музыку для их. Мы поспели встретиться с мэром города и обмирковать проекты на консвяткование тысячи годов Бреста. Вось уже на протягу 30-ти годов немецкий Равенсбург и Брест связывают тесные побратимские совести. И Гаральд Хепнер спадеется, что культурное сопротивление городов протягнется еще долгий час. Не в залежности от того, кто на сцене Брестского театру драмов, молодые артисты, тьи давно подобанные публици, музыканты, каждый вечер это саправдой музыкальное свято со своей медностью. Судовная знаходка Арея Калафа з оперы «Турандот» прогучала у виконанні трио тенеров, знайомого глядачам по першим музычным вечерам. Джанни Манджардино отзначил, выступать на Брестской сцене разом с молодыми и креативными артистами старанно подобранными Лилия Батыревой вельми приемна. И за смешкой дадает, юнзусим не супрайт с уместных концертов зимы у Италии. Бадаю, что самый шикарный гость программы «Том Синатра» оранжировки песен за репертуару Френка Синатры играть не стал. Организаторам хотелось показать Бресту соправданного «Тома Синатру», а не представить его на фоне знаками-того дядьки. Фестиваль на заслоны опустится 12-го студеня. Спешайтеся. Быть може, в указах театра билет на опошник, концерт гэтага сезону яща чекаю вас. Деяна Мещук, Роман Филютич, телерадоё компания «Брест». Бизнес у сельской мясцовости може быть выгодным. Свяжаюсь те, кто разыкнул его открыть. У Беларуси ровно год денежжаются податковые льготы для вязковых субъектов гандлю, громадского харчаванья и бытовых послуг. На этом дыне корреспонденты четвертого канала сустрелись за одним из тех, кто скорыстався преференциями 345-го президентского указа. Материал с Жабенковского района. Неколи тут, в урочише сосновый бор Жабенковского района, находился пионерский лагерь, который после этого был зачинен. Однако, благодаря тому, что объект трапил руки приватного бизнеса, территория не была занятбана. И теперь тут будуется великий комплекс для подчинку. Еще недавно больше стутейших будинков выглядало вот так. Але литерально за пару годов на место старых драуляных корпусов з'явилась утульная бунгала. А само место теперь называется парком-отелем. Его директор Йоген Кирилюк с гонором показывает тое, что удалось заработать за такий короткий час. Бунгала рассчитана на четверых человек. Здесь две спальни, два санузла и гостиная. То есть с камином и с выходом на террасу. По словам директора, развитию проекта сприяя мясовая улада. А летость бизнес у сельской мясовости отримал и державную поддержку. Указ 345 предуглеживает податковые льготы для субъектов, что працуют в сфере ганд для бытовых послуг и громадского харшаванья. И рестораны, киню забави открыться на территории парка, повинен быть вызвелен от податков на землю нерухомость. Хотя все инвестиции окупятся не ранейшим празд 10 годов, Ёлген верится у перспективы этого бизнеса. Есть в стране на самом деле развитие туризма за два года. Вот то, что мы работаем, я ощутил на себе и по выручке, и по гостям, то есть и по отзывам. Поэтому чем больше туристов, соответственно, и больше таких объектов. Чекается, что крыстаться послугами ресторана смогутся не только туристы, а и мясовые жахары. Например, как бы значить веселье или корпоратив. У сего в Брестской области на протягу минулого года податковые льготы по 345 указе отримали больше за 30 субъектов бизнеса. В Жабенковском районе таких пакуль только три. Пакуль предпринимальники для перспективы працювать в везках ставятся настерожено. Тому выполняющие власти проводят встречи с представниками бизнеса. Кабрыслу машет, якую выгоду можно отримать, працующую сельскими совостями. Валентин Бойко, Юрий Плінда, телерадиокомпания Брест. Жахары и гости областного центра с цикавостью надзирают за тем, как в городе будет автовокзал, что в худшем времени появится неподалеку от Чигунашного. Калей, от которого перрону отправятся первые рейсы, как будет выглядеть громадский объект внутри и звонко. Вот так выглядит изнутри новый автовокзал города Бреста. Теперь тут идутся працучие работы и ждут, что уже в червени 2019 года до 1000 годов Бреста он начнет принимать первых пассажиров. Площа нового будинка маль 2000 квадратных метров. Большую частку первого поверха займет зала чекания, различенная на 250 пассажиров. У одним крыле будут кафе и прибиральни, у другим билетные кассы. Будинок, который каштовал областному бюджету больше за 8,5 миллиона рублев будет не только просторным, а и эстетичным. Основная часть фасада это остекление. До 70% фасад выглядит в стекле. Плюс остальная часть в керамограните, которая придает тоже изысканный вид. Новый будинок маль готовый к эксплуатации. Застается только завершиться працуча работы, так само завести подключить обсталевание. Наступный этап уладкования при вокзальной территории. По проекции тут сделают две автомобильные парковки подведут троллейбусную линию. Переваги нового вокзала перед вторым упершат шарго цениц пассажиры, колькость которых у ВИСШ срасте. У нас просто идет само по себе развитие международных перевозок, видимо, с тенденциями теми, которые в самой стране. Люди едут на отдых, на работу, потом возвращаются, поэтому у нас вообще идет рост пассажиропотока где-то процентом на 20, в том числе увеличилось количество выполняемых по словам транспортников инфраструктура старого вокзала целиком справляется с нагрузкой. Але будинок, якому спаунилась уже по устагодзе, эстетичный моральну стареу. Пассажирам тут попросту тесно. Что будет на этом месте после открытия нового вокзала, по куль докладно невядомо. Городские влады шекаются пропоновать инвесторов. Валентин Бойк, Александр Севицкий, телерадиокомпания Брест. Пинчанка Татьяна Хвагина признана экскурсоводом 2018 года по выниках национальной туристичной премии «Спознай Беларусь». Днями наши корреспонденты побывали там, где живее и працуе, лепше экскурсовод Беларуси. Наступный материал с Пинска. Главная улица, на которой мы с вами находимся, она никогда не меняла своей трассы. Она всегда шла параллельно реке и постепенно удлинялась в сторону Леща и Альбрехтова. Об родным Пинску Татьяна Аркадьевна может рассказывать без конца. Не важно, сколько километров прошла по ягодных улицах с экскурсиями, но, уличивающий стаж в профессии 41 год, можно себе уявить этот шлях. Да и на угол вся ее профессионная деятельность одни рекорды. Уголькость распроцованных и освоенных маршрутов, выдаденных туристичных доведников, наученных тонкостям профессии молодых коллегах. Отреманную в нагороду разглядай, как мягчимость еще раз нагадать об важности своей профессии. Когда к нам приезжает странный гость, и для него на момент приезда Нерецкая Беларусь это как белое пятно, белое пятно на карте Европы. Создать в глазах гостей позитивный, привлекательный образ своей страны и не только столицы, а таких, скажем, и периферийных уголков должен экскурсовод. Яна Самасаби и сценарист, и режиссер. Соправданная экскурсия не перолик историчных доведок, говоришь Татьяна Аркадьевна. Нужно почувствовать этого клиента, этого гостя, и именно под его ожидания, под его, может, еще не высказанные вопросы, уже давать ответы. Здесь требуется немало артистизма, и организаторские способности хорошие, и всегда должно быть чувство. Когда ты показал, как ты любишь свою родину, большую и малую, безусловно, это всегда вызывает огромное уважение у гостей. Зараз Татьяна Аркадьевна захоплена працей над новой книгой об столице Полесья. Туристичный доведник повинен дать новую, цикавую информацию об сторожитном Пинску, раскрыть его у ракурса культурной столицы Беларуси, рассказать есть об чем, головное говорить, отойти от стереотипов. И дать новые, свежие образы, которые бы характеризовали Пинск не только как исторический город с большой судьбой, но еще как культурную столицу со своими традициями, с замечательным Полеським драматическим театром, с творческими коллективами, с фестивалями, которые гремели еще с советских времен. Об этом и не только у новой князи Татьяны Хвагина, якая совсем худко выйдет в друг. Ну а как еще лучше отчусь и познать культурную столицу Беларуси, нужно наведать экскурсию Татьяны Аркадзьевны. Алиса Григорчук, Олег Завадский, Александр Диаченко, телеродокомпания Брест. На этом титне аматеры зимовых видов от Пачинку нарешті дочакаліся саправднага зимовага надворі. Тривали лёд і мягкий снег выдатная нагода для активного проведення часу. Головне не забываться пробять спеку. З початку зимы у Беларусі травмы на снежних горках отрималі десятки людей. А у Могилёві один з таких выпадків скончився смертью молодого чоловека. Причины становятся популярны в гэтом сезоні тюбінги. Бо гэтая забава потребует строгого виконання правил безпеки. Все родители которые покупают тюбінг своим дітям обращаем внимание где они катаются на каких горках. Прошу всех выйти вместе з детьми посмотреть эту горку чтобы обязательно она была не опасная. После выпадка у травматизму в інших областях Бреска региональна прокуратура проверяє место где катаются дети. Неосерожность проявляються дорослые. На перейды Дню Каменецьким районе молодые люди катались на старом капоте привязавшие его до автомобиля. Машину занесли 22-годовый местовый жихар на смерть разбился об слуб. На пытание кто виноват и закон отказывает однозначно. Водитель который занимается таким экстремальным видом катания может быть привлечен к уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения. За рулем сидела 18-годовая девчина на ЕЕ завели криминальную справу. А правооховники медики ротовальники нагадывают легкодумность у шасси зимовых забав может быть смиротно небеспечной. Валентин Бойко Александр Воронин телерадио компания Брест. Подробязни обтым на кульке беспешные пляцовки выбирают жихары областного центра для зимовых забав с дарениях и травматизм поговорим с официальным простойником Брестского областного управления МНС Сергеем Машновым. Здравствуйте Сергей Витальевич. Здравствуйте. Вот буквально за последние несколько дней в стране произошло несколько будем говорить трагических несчастных случаев там где их попросту на мой взгляд быть не должно. Вот что способствует вот этому негативному такому травматизму? Ну в данном случае наверное все жители Беларуси очень ждали наконец наступления вот этой зимнему по-настоящему морозной снежной погоды и вот когда она наконец наступила то не все оказались готовы с точки зрения обеспечения элементарной безопасности именно поэтому несоблюдение самых простых правил и неосторожность невнимательность приводит к таким последствиям. Ну понятно что любой на первый взгляд даже самый вот безобидный вид зимней забавы как и спорт несет в себе опасности и травмирования вот за всеми не уследить конечно же и всех не уберечь и все же МЧС занимается каким-либо выявлением мониторингом вот этих опасных мест? Ну скажем так мы можем предостеречь предупредить людей напомнить им меры безопасности напомнить какие места надо выбирать для безопасного отдыха чтобы отдых действительно прошел безопасно то есть какого-то конкретного мониторинга вот к примеру излюбленное место возле возле моста через муховец у нас там часто детвора катаются то есть каких-то специальных мониторингов не проводится? Специального мониторинга такого нет но может быть в планах что-то появится? Ну возможно стоит контролировать такие места не только министерства по чрезвычайным ситуациям но скажем так и тем структурам которые ответственны за организацию отдыха в конкретных местах Ведь нередко МЧС входит и в школы и говорит о безопасности жизнедеятельности о правильном обращении с огнем может быть стоит еще здесь добавить и правильном скажем там в зимнем отдыхе? Безусловно и скажем так те занятия по основам безопасности жизнедеятельности которые проходят у нас регулярно на регулярной основе в школах включают себя и элементы обеспечения безопасности напоминания об элементах безопасности в зимний период со всеми особенностями этой пары года Ну а статистика вот таких случаев она ведется понятно что медики учитывают что кто-то там не дай бог сломал ногу кто-то где-то там повредил палец при вот таких вот забавах зимних со спалением ЧС данная статистика так же ведется так же включается? Ну такую статистику нам предоставляет по мере необходимости учреждение здравоохранения так что она анализируется и в принципе она есть у медиков у наших коллег медиков Понятно что зима всего лишь тут у нас скажем неделю как пришла к нам по-настоящему зимняя погода но что говорят цифры сегодня уже то есть а пока статистика не сильно подпорчена у нас не много ли таких случаев? что касается именно зимних забав зимних таких скажем элементов активного отдыха то печальная статистика у нас наблюдалась в первые дни нового года по применению пиротехнических средств а точнее при нарушении элементов безопасности травматизма это как дети так и взрослые что касается например такие места как горки как водоемы то пока по статистике серьезных происшествий у нас не было на территории области за исключением нескольких случаев когда приходилось оказывать помощь томащим людям если вспомнить буквально вот из такой шалости скажем даже детской шалостью это уже назвать даже не получается 18-летние там 20-летние люди выезжают за город там где-то цепляют тросом капот какой-то или шину и катаются и потом трагические случаи даже со смертельным исходом у нас в республике есть вот как с такими вещами бороться может быть есть решение ну в общем-то каждый человек отправляясь на отдых должен понимать четко осознавать что безопасность обеспечения безопасности зависит прежде всего от него и если с ним находятся идут отдыхать дети то он ответственен еще и за тех кто с ним рядом за младших членов семьи вот к разряду опасных забав я бы еще отнес и зимнюю рыбалку вот что говорит статистика случаев когда приходится доставать людей из воды в этом году стало меньше да можно сказать что в этом году пока еще у нас трагичных случаев на территории области не было благодаря наверное в немалой степени и той профилактической работе которую проводит министерство по чрезвычайным ситуациям совместно с общественным спасением на водах совместно с правоохранительными органами известно что до тех пор пока на водоемах лед не достигает определенной толщины безопасной она определена не менее 7 сантиметров то периодически на местах активного отдыха в том числе и рыбалки зимней проводятся совместные рейды с целью именно предупредить напомнить элементарные правила безопасности напомнить что надо иметь с собой и чего не надо делать чтобы не попасть в такую неприятную ситуацию Сергей Витальевич что бы вы хотели посоветовать любителям зимнего отдыха активного как себя вести детям на горках будем говорить а как себя рыбакам на льду если касательно горок то можно сказать что сейчас очень популярен такой скажем так элемент как тюбинги и высокий травматизм наблюдается в последнее время на территории республики к сожалению нет пока у нас скажем так на торговых объектах прилагаемых необходимых инструкций с элементами безопасности что нужно знать тем кто приобретает например те же тюбинги а это немаловажно знать точно чего можно делать и чего нельзя делать например это касаемо тюбингов это то что дети до 12 лет обязательно должны кататься на этом спортивном оборудовании в присутствии взрослых с их ведомой и контроля очень желательно чтобы они были в защитных шлемах трасса должна быть конечно всегда чистой никаких фонарных столбов деревьев кустарников пеньков там быть не должно надо помнить что тюбинг практически не управляем несмотря на то что там есть ручки поэтому когда человек спускается горы он уже не может никак отреагировать на ситуацию и избежать столкновения с препятствием если она будет на пути отсюда и травматизм большой конечно же кататься человек должен на нем один если он одноместный ни в коем случае не кататься в связке потому что достаточно опрокинуться одному и опрокинуться все в связке безусловно позицию надо занимать только сидячую ни в коем случае не стоя ни в коем случае не в состоянии алкогольного опьянения потому что человек теряет контроль состояние алкогольного опьянения за ситуацией конечно же ни в коем случае нельзя цеплять такие устройства к транспорту поскольку любой маневр автомобиля квадроцикла то есть того транспортного средства, которому цепляется. Тюбинг может привести к опрокидыванию, травматизму, а то и гибели человека. Что касается зимней рыбалки и вообще зимнего отдыха на водоемах, еще раз напомню, что обязательно толщина льда на водоеме должна быть не менее 7, а то и 10 сантиметров. Безусловно, если отдыхаете вы с детьми на водоемах, они всегда должны находиться в поле вашего зрения, вы должны всегда знать, где они находятся и что они делают. То есть вы отвечаете полностью за детей. Нежелательно скопление, какой бы толщины льда лед не был, скопление многих человек, скажем так, на небольшом пространстве. Да, и то же самое касается свердения лунок рыболовами. Безусловно, следует помнить, что при плюсовой температуре, если она держится более 3 дней, то за это время снижается толщина льда на 25%, то есть на четверть. Тут несложное арифметическое действие, чтобы подсчитать, что если уже, скажем, неделю плюсовая температура, то уже выходить на лед может быть очень опасно. Самое главное, да, не терять никогда контроля за ситуацией и помнить, что в первую очередь безопасность зависит от тебя самого. Спасибо, Сергей Витальевич, за диалог и за советы. Нагадаю, небеспешности, какие утуевают зимовые виды отпочинку, обмерковывали с официальным представником Брестского областного управления МНС Сергеем Машновым. Аматорские лыжные гонки, присвященные 100 годзю БССР, объеднали разом студентов, школьников и военнослужащих Брестчины. С поборництвы пройшли наприконцы працовного тыдня на базе Брестского областного центра Олимпийского резерва Павеславанне. Нарештю в Брест пройшла снежная и морозная зима. И когда для одних эта подстава погреться дома, то для инших не иначе, как сигнал стартовой отмашки. Для 50-ти удельников лыжной гонки мороз не перешкода. Студенты двух Брестских вузов, школьники, працовная молодь и военнослужащие чекают своего выезда на трассу. То, что в прошлый раз на лыже становились несколько лет тому, их не хвалюе. Головная есть бодер и настрой. Два года назад последний раз на лыжах стоял. Вообще, очень круто, что нас всех собрали, дали такую возможность пробежаться. А так, чтобы сам как-то трудно время найти. За такую инициативу Союза молодежи спасибо огромное. На лыжах я каталась в основном с папой и в основном на горных. То есть на биатлон, на такие беговые я стала, может, первый раз в этом году. Илья Гаурульчик займается биатлоном 11 годов. Не раз переодоливал трассу протяжностью у 50 километров. Тому километровый забег подался хлопцу у сего разминкой. Мне было легко. Главное, добежал и все. Пересет. Уже год не стоял просто. Вот, на эту форму обратно возвращать. Есть навод и такие, кто у вогуле на лыжи ставу першиню. А леспоборництво с больш подрихтованными суперниками только за охвачвое. Очень интересно ощутить это на себе. Попробовать, каково это, соревноваться с другими людьми, которые лучше тягом катаются. Это, знаете, как для себя такой своеобразный челлендж, можно так сказать. Вот, испытать себя против таких сильных людей. Главное не победа, главное участие. Организаторами спортивных споборництва выступили областные и городские организации громадского объединения БРСМ. Открытые аматорские споборництвы на лыжных гонках присвятили Стагодзю БССР. Очень символично, что на самом деле и в те годы было очень построено много спортивных объектов, много уделялось спорту. И сейчас у нас тысячелетний город Красавец тоже обладает большими спортивными объектами. И, конечно, спасибо Грибному каналу за то, что предоставили нам такую базу и сделали трассу. И мы, простая молодежь, не профессиональные спортсмены, можем заниматься спортом, а именно сейчас лыжным спортом. Погода позволяет, настроение отличное. Поэтому, как бы так, мы призываем всю молодежь, если есть какое-то свободное время, приходить сюда и заниматься лыжами. Вести активную ладжицу можно у любую пару года. И, как показал опыт лыжных гонок, быть для этого профессионалом совсем не обовязково. Денамешчук Роман Филютич, столяра дает компания «Брест». Вот таким был гэта информационный тыдень. Накольки насыщенным будет наступных утка доведаемся. До встречи в программе «Головная за тыдень» у наступную неделю у гэта СЧАС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин